Дамы и господа, а вот что мы значит с Ватсоном подумали. Как ни странно, мы с Ватсоном умеем думать. У меня есть ветка выживания, которая называется ПМС-100. Так вот она себя немножко изжила, потому что 100 дней я уже прожил. Поэтому мы с Ватсоном, подумав, решили начать новую ПМС-200. Здравствуйте, ребятушки и девчатушки, я рад вас приветствовать на своём канале Жук-Правейник. С вами здесь, Саш Великий, ужасный, как вы поняли уже, сейчас будет происходить начало нового выживания. Но это как бы не выживание, это как бы испытание. Так, поясняю. Поясни за ПМС-200. Поясняю. Есть испытание, пока мёртвые спят. Вот. А я его проходить не буду, я в нём буду как бы выживать. И выживать в нём я буду теперь пытаться 200 дней. Ту веточку я пока оставлю, где я успешно нажил 100, по-моему, 7 дней. Но я там не совсем справедливо нажил, я там её бросал, психовал, я там почти умирал. Так что будет справедливо начать всё заново, да? Да. Итак, Великый Старт начинается. ПМС-200, поехали. Если ПМС-200 будет успешно, потом сделаем ПМС-500. Посмотрим, перейдёт ли ПМС-200. Сначала надо прожить эти 200. Короче, поехали. Я всегда играю за острильную Евлампену, за вот эту даму с топором. Так. Ну, выживание у нас тут обыкновенно будет называться. ПМС-200. И никаких гвоздей. Поехали. Поехали. Тем более, как мы с вами понимаем, самое интересное всегда в начале. Хотя, конечно, ПМС-200 это такое выживание, где особо не расслабишься. Так, тут ничего нет у меня. Наверх полезем с тобой смотреть. Ты теряешь температуру, а тебе замерзать нельзя. Чё ты тут хотел наверху? А чё хотел? Вот набор для шитья хотел. Дрыну хотел. И факел синий хотел. Теперь отсюда надо бечь во все ноги, потому что ты замерзнешь, а тебе надо успеть добежать. Да. Слушай, после вчерашней игры, этой игры про безумных хирургов, теперь как-то неудобно управлять, когда всё так легко двигается. Когда у тебя нет кривой руки, которой ты ничего взять не будешь, не можешь. К тому вараку пойдём к дальнему. Ну, я не знаю. Я, конечно, могу туда добежать, но мне это может стоить здоровья. Поэтому нет. Вараку дальнему не побегу. Я к нему схожу потом. Не сейчас. Надо ходить к нему на полном запасе здоровья. Ой, какое здоровье. Температурной шкалы. Короче, не пойду я сейчас. Всё. Бежим до домиков рабочих. Там отогреваемся. И уже потом смотрим, что дальше будет происходить. Самое интересное это начало. Поэтому будем пытаться начать заново. Хотя в той ветке у меня там 50 хп. Шприцов не так много. Точнее, в наличии вообще нет никаких. Я там на прибрежке. Ну, сохранение у меня есть, если что, продолжу. А пока до домиков рабочих надо добежать. Конечно, я там много претерпел в своём первом выживании. Я там и лося на философском пруду гасил из сигнального пистолета. Гасил в смысле. Совсем гасил. Он прямо у меня упал в барак. Очень удобно. Упал. Ну, я вам ссылочку дам на весь плейлист. Она в описании будет. Так что, кто желает, посмотрите, как оно всё было. А мы пока займёмся тем, что будем пытаться вживать по-новому. Да? О, смотри. Если до барака не бегать, то вполне хватает температуры, чтобы добежать до домиков рабочих. Найдено новое место домик. Это очень хорошо. Ну, я гол как сокол. Да. Общая сложность здесь напоминает... Это что там такое в одессе перчатки? Общая сложность напоминает незваного гостя. Потому что оружия тут нет. Но, по-моему, можно найти самодельный нож или самодельный топор в лагере браконьеров. Но до этого ещё очень-очень далеко. В сундуке пустенько. Ящичек. Так, давай нарвём занавесок и сделаем себе самодельный платочек на головной мозг. Потому что я там какой-то набор для житья раздобыл. Это очень хорошо, что ты его раздобыл. Он тебе сейчас пригодится. Можно с бледной бухтой быстро не линять. Немножко по ней походить. Чтобы обзавестись кое-какой одёжкой. Но я, собственно говоря, сейчас это и буду делать. Когда вы проходите испытания... Так. У меня же ещё и труд-то нужен. Да. Ты вот это не забывай. Навыки-то у тебя нулевые. Навыки-то нулевые. Вот они, смотрите, навыки. Всё. Ну как нулевые? Единичные. Так что для разведения огня тебе нужен труд. Поэтому будьте... Будьте добры, запаситесь им в полном объёме. Да. Всё, чё можно, переведи на труд. Занавески все порвать. Не знаю, вернусь я в бледную бухту когда-нибудь. Поэтому пока всё давай рвать. И делать себе два самодельных платка на голову. Так, вроде больше ничего, но темновато. Тут по старту спички дают? Да, тут дают восемь спичек. Ну хоть за это вам большое спасибо за восемь спичек. Картонная коробка ещё давай труд. Потому что труд кончается в самый неподходящий момент. Поэтому будь добр. А позаботься о нём, чтобы он был так вот, что там у нас пусто. Давай ещё вот эту занавеску тоже порвём. Тут метели. Весьма такие неприятно скриптованные. Поэтому сидеть на одном месте долго не надо. Так, значит, руками самодельная головная платка. Да, вы видите, набор для шитья попадается, так сказать, не первой свежести. Он немножко поношенный. Там солнце двигается к закату. Двигается к закату. Так, вот сюда один платочек. Ещё давай ещё один себе забабахаем. Обмотки на руки. У меня там перчатки есть. Они про... Плюс... О! А вот и метели, которые я говорил. Всё. Они плюс дают какой? 0,4. А самодельные мне будут давать 0,5. Ну, как видим, смысла нет делать, да? У них тут влагостойкость. А у этих защита какая? У этих защита один. Влагостойкости тоже нету. А у обмоток защита 0,5. Влагостойкости нету. Ну, короче, нет смысла делать обмотки. Перчатки, по сути дела, даже немножко получше будут в данной ситуации. Хорошо. Значит, ещё занавесок. Можно себе, конечно, сделать сейчас... Ну, я, наверное, не можно, если мы сделаем повязку. Но тут такое дело. Если волки покусают, то ловить-то тут, брат, будет особо нечего тебе. Да. Тем более, мха пока нет. У меня... Ну, мух я, может, конечно, ещё приобрету. Так, ну чё, баиньки. Баиньки. Для начала надо воды выпить. Воды есть, есть пар шкаладок, есть один, значит, вот чего. Слушай, дров надо каких-то, наверное, ещё себе рубануть. Дров. Но это я не могу. Давай ящик поломаем. Там уголь ещё весь. Хотя с ящиками, короче, не возись. Оставь ящик в покое. Не трать время. Ну, я не знаю. Давай по часику спать. Ждать, чтобы погода стала... Вот она стихла, значит, надо бежать. А теперь у меня синий же факел есть. По-моему, даже целых два, да? Синий факел, синий факел, целых два. Ну, давай попробуем добежать. Давай. Попробуем добежать до консервного газовода. Так-то погода класс. Правда, медведь где-то сшивается. Блин, придётся. Надо ещё барак чекнуть. Давай чекнем барак. Вдруг там чё-нибудь интересное лежит. Может быть, там дальний барак. В дальнем бараке может клён сухой лежать. Но я думаю, нет смысла идти за ним. Если чё, там до лука ещё далеко. Минус 21. Погода, конечно, жёсткая. А у меня, значит, пока нет ни грибов. А, нет, погоди, знаешь чё? Давай ещё заберём вот эти вот тимофеевки. Заберём уголь, потом согреемся. А потом побежим. Тимофеевок тут тоже мало. Воспытание в этом не всё у нас. Не все грибы выросли, не ведь шифовник вырос. И выросла не вся тимофеевка тоже. Так, камень один сразу возьмём. Ну, это отгонять обычных волков. И лесных-то я камнем не напугаю, положив под себя факел. Они этого не боятся. Их надо по-другому прогонять. Хотя я не пробовал. Да, по-моему, да не, не. Даже пробовать не надо. Их можно просто факелами из костра закидывать. Так, вот здесь уголёк. Он вроде как респится. По крайней мере, я в обычном незваном госте... Ох, а шесть штук. В обычном незваном госте он здесь обновляется. Заново появляется. Вот уголёк появляется. А вот тут какая-то древесина лежит. Вот древесина заново не появится. Так, всё. Греемся. И, возможно, где-то мы с тобой потом посреди дороги будем ещё греться раз. Сейчас пока в домик зайдём. Наверное, по льду побегу там, короче. Слушай, по льду. А если по мосту побежать? Там машины стоят. Да. Да. Вот что ты выбираешь? За час я даже не отогреюсь в кровати. Вот так вот. Вот такая вот плохая одежонка. А там метель началась. Понял? Да понял я, чё? Я дурак, что ли? Я понял. Значит, спи ещё часик. Так и будем по часику спать, ждать, чтобы метель кончилась. Вот она кончилась. Это о чём говорит? О том, что надо отсюда валить. Пока какое-нибудь сияние не началось. Да. Только ещё надо найти выход. Так, кровать. Значит, где-то вот тут выход из домика. Правильно. Слушай, чё ж так темно-то? Сияния вроде нету. Температура минус 25. Ещё больше. Ещё больше холодно, чем было первый раз. Но делать нечего. Бежим. У автомобиля можно будет развести огонёк, отогреться. Да, скорее всего, нужно будет. Я не прорвусь за один раз. Сейчас будем обыскивать машины. Там, может быть, попадётся шапка. Шапка попадётся хорошо, если попадётся. Но главное, чтобы медведь не попался. О, луна. Давайте я её сфотографирую. Так, тут медведь-медведь. Он где-то может ходить. Синего факела он тоже боится. Если что, ему можно показать синий факел и сказать «Кыш, отседывай!» И он тогда немного подотстанет. Так, понял. Так, спички. Очень хорошо. Спички на ранней стадии. Такая луна огромная. Спички на ранней стадии мне пригодятся. Так, слушай. Надо не проморгать момент, когда тебе отогреваться. Как же холодно. Там минус 25 градусов. Хоть бы каких-нибудь ещё там... Ну, одёжка тут будет. Длинный мост. Она будет в заводе. Мне придётся... Ну, не, баллончик мне не нужен. Мне придётся завод залутать. Ну, насколько это возможно, разумеется. Потому что я там хоть какую-нибудь одежду найду. Ну, я там ещё наборы для шитья найду. Возможно, кофе найду. Сардины. Сардины, сами понимаете. Жрать их без антибиотиков или грибов рейшей, если они не в очень хорошем состоянии. Это совершенно опасное занятие. Отравление, если получу, то всё. До свидос. Если у меня не будет. Если у меня не будет этого... Как это? Как это называется? Ну, короче, это называется, если у тебя не будет антибиотиков или грибов рейшей, то это до свидания однозначно. Так, в срочном порядке разжигаем костёр. Уже пора. Книга есть, книга есть. С книгой самый максимальный шанс, поэтому я её и буду использовать. И, вероятно, мне придётся положить сюда дровину, уголёк в машине. Уголь даёт плюс 20 градусов. В машине, по идее, будет тепло, но хотелось бы, чтобы было тепло сильно. Да хотя можно и тут посидеть. Мне же ещё и вода нужна. Древесина. Палочки. И уголь клади. Так, ещё по температуре. Минус 17. Температура прибавляется небыстро. Клади ещё один уголь. Так, вон. В плюсе. Очень хорошо. Воду, значит, сделаем. Банка у меня пока одна же. Одна же. Ох ты, какая красота, да? Эх ты, какая красота. Какая красота. Сделал воду. Да. Ну, хоть отогрелся чуть-чуть. Всё, метель началась. Я тебя поздравляю, дядя Саша, с началом метели. Спасибо. Ещё одни спички. Фу. Капец какой. Так, знаешь что? Давай мы с тобой так вот чуть-чуть подождём. Чтобы я обогрелся. И отменим. Так, всё. Я полностью согрет. Но, как видите, погода там песец какая. И ох, уголь жалко. Просрал уголь зря. И получил воды. Сырой. Так, фура пустая. Ещё одна тачка. Сейчас волки появятся. Ещё спички. Так, спичек много. Щедрость прям. Не знает границ. Ну, правда, так, шоколадка. Всё понятно. Так, вот здесь сейчас будет встреча с волками. Её надо как-то побыстрее разрешить. Чтоб с ними долго тут не ковыряться. Слушай, а ты неправильно пошёл. Ты сейчас поверху собрался лезть, да? Наверное, всё-таки надо было снизу заходить. Там сразу одежду подобрать из-под сандуков. Ну, ладно. Теперь так, иди. Где волки? Вон, вижу, стоят. Сейчас они меня заметят. Сейчас заметят. Так, ребят, замечаете меня? А может, я пройду незаметно? Ну, это вряд ли ты пройдёшь незаметно. Просто мне тут стоять. Ага. Вот она, чучело, идёт. Оспугался. Что-то новенькое. Ой, это я красный факел зажёг. И оперный театр. Это я не тот факел зажёг. Это я красный зажёг. А красного они хрен боятся. Идите взад, товарищи. Хотя красного, по-моему, тоже их можно напугать. Ну, ладно. Всё, дошёл. Сейчас хотя бы буду в тепле. Очень хорошо. Так, что мы тут с тобой, книги? Книги нужны, я их буду сжечь. Банка ещё одна. Солёный крекер. Так. У меня же ещё и спальника-то нету, да? Да, спальника у тебя нету. Поэтому, если ты устанешь, то будешь как хочешь выбираться из создавшейся ситуации. Что по воде имею в инвентаре? По воде ты нихрена путёвого не имеешь. То есть, долго я здесь не просижу. Явно до утра не дотяну. Блин, чё же я факел-то не тот зажёг? Вот почему? Ну, почему? Потому что он всё-то его зажёг. Его нельзя пригасить. Да, его за... За просрал я красный факел, короче. Понапрасну. Ох, не отравиться бы. Не, ну отравишься, заново начнёшь. Какие проблемы? Ватсон, какие проблемы? Заново! Текс. Да, девушка у тебя, конечно, гамёненькая. В каком состоянии вообще мои ботинки? 51%. Тужуру. Зачините её, что ли, пока факел горит. Хоть чуть-чуть теплее будет. Да, зачинил. 46%. Так, ну, что могу сказать? Это чё такое? Это типа снег замёрзший? Наверное. Поспим с тобой мы тут давай. Пару часиков. Согреемся. Так, а мне потом надо дать круг. Да не, мне здесь надо спать до максималочки. А, погоди. Я же могу пойти в эту. Покинуть прицеп не надо. Я же могу пойти на кухню. Там же есть лежанка. Точно. Я там могу спать. И готовить себе воду. Вот мы сейчас туда-то да и пойдём. Задача прорваться на кухню. Блин, а там метель. Ну как так, а? И выпить нечего. Не, воду можешь сырую выпить. Да спасибо. Чё-то как-то сырую воду. Мне не очень хочется выпивать. Так, покинуть прицеп. А, да нет. Тут в принципе так ничего. Понятно. Ёрочка. Возьмём. Так. А тут сардинки могут быть? Нет, сардинок тут хрен тебе кто положит. Так, быстро чекаем машинку. Чё там в машинке? В машинке чё-то вроде ничего я не вижу. Значит вылезаем из неё. Открываем ей багажник. Так. И бежим вот сюда. Мне нужна кухня. Так. На пути у меня ещё одна машинка. Из дяди окоченевшим. Так. У неё тут может чё и лежит, но я нифига не вижу. Так. Тут у нас бардачок. Тож пуст. У меня кстати... Так. Я слышу где-то волки ходят рядом. Я их слышу как они топают. Не нарисовались бы неожиданно. О, металлолом. Отродясь тут ничего не находил. Так. Ты только давай, дядь Саш. Это... Не, пошёл я быстрее. Как можно быстрее к теплу. Так. Вот тут ещё будет... Факела. И вот она наша кухня. Прекрасная. Так. В срочном порядке разжигать бронгспойт. А дальше видно будет. Чё делать? Ну чё делать? Сидеть тут, топить воду. Как... Угу. Натопил воду. Как станет погода более-менее нормальная. Идти надо будет. Эх, вот у меня горячительного нечего себе сделать. Да? Чтоб я подогревался. Идти делать круг почёта. Собирать весь лут какой найдёшь. А потом... Потом. Да что ты, ёперный театр? Ну чё такое-то? Ну я так тут окочурюсь. Ну это вообще не по понятиям. Ну посмотри. Ну тут 80... 80 процентов, Батсон! 80 процентов! Это тут... Больше всего меня, конечно, расстраивает на начале игры. Это то, что вот костёр очень трудно разжечь. Это прям... Убиваете. Ой. Так, срочно ставь себе воду. Вот глянь, у тебя уже там персонаж пить хочет. Сколько она будет кипятиться? 19 минут. Успею я? Успел. Молодец. Вот тебе повезло, что ты в тот раз её это... Себя чуть-чуть приготовил. Ты бы сейчас подстрял. Да, подстрял бы. Так. Значится, с водой тему пока решили. Давай позырим, что тут имеется, пока там вода топится. Да тут вот шоколадочка есть одна. Шкафчики запертые. В морозилке. Оленина сырая попахивающая. А вот за это, конечно, спасибо. Я думаю, на этом всё. На этом... А, вот книга ещё. На этом ништяки закончились. Хорошо. Значит, приготовляем тогда воду. Вот. И ставим себе оленинку. Причём оленинку надо сразу сожрать. Чтобы она не портилась, и я её случайно не отравился. Потому что это такое опасное дело. Это оленина. На ранних стадиях игры. Это она сейчас сколько? Сто процентов. Ну, стопроцентный, если я отравлюсь. Я, конечно, очень удивлюсь. Если я отравлюсь стопроцентной олениной. Это будет удивление максимального уровня. Текс. Чё там у нас есть? Книги пять штук. Так, ты книги не разбазаривай. Ты мне тут книги не разбазаривай. Да я понимаю. Потому что разбазарка книг, она тебе может дорого стоить. У тебя с книгами, вон, 80% уровень разведения. И это хоть какой-то тебе шанс даёт, что ты успеешь. Так, будем по часу спать. И воду кипятить. И как я её накипячу, я отсюда уйду. Делать кружок. На ранних стадиях этого челленджа, конечно, очень желательно совсем не терять хп. Но, сие может не очень получиться. Тут сейчас бонусы цити появится. скоро. Ну, как скоро. Три внутриигровых дня надо прожить, потом появится. Так, сейчас тебе гореть. Ну, вот ты будешь сейчас гореть, а я вот сейчас пасклю. Тор, давай я ещё что-нибудь положу. Давай палочку положи. Тут-то тепло. А вот что, дальше будет? Так, ну хватит пока. Пора в дорогу собираться. Я так думаю. Что мы с тобой имеем? 33 минуты. 33 минуты это мало. Так, что же сюда положить? Две палочки. Ещё одну палочку. Уголь не буду. Уголь жалко. Так, факелы берём. Хоть какой-то подогрев будет происходить. От факела хоть чуть-чуть не будет теплее. Так, ну чё, пошли. Да, валим. Так, баночки забрал. Температура минус 11. Минус 33. Ну, это потому что я был в зоне защиты от ветра. А вот как вышел, сразу нахрен. Минус 33. Будьте добры. Помедленнее. Я записываю. Всё, полезли. Мороз невелик. Как невелик? 33 градуса. Ни хрена си невелик. Очень даже велик. Короче, факел первый раз зря разжигал. Не видели. Видели, как волк испугался? Набор для шития. Сейчас в нижнем ящике будет ещё один набор для шития. Опа, вуаля. Я же говорю. Они, походу, скриптованные тут. Ну. Наборы для шития пригодятся. Так, прыгаем. На корабль. Так, рюкзак. О, чипсы в рюкзаке. Хорошо. Так, красный шарфик. Забираем его. Побежали дальше. Так, все передвижения только бегом. О. Волчь охранной сигнализации попыталась. Ватсон, это ВОЗ. Да. У-у-у. Так, слушаю. Вот тут иногда лежит шапка. Не, не лежит тут шапка, дядя Саш. Никакая. Ни иногда, ни сейчас. Так, консервы. Сардины. Консервный завод. Вот, станки по производству консервов. Кто-то там говорил. Я не знаю. Вообще, конечно, похоже на какую-то термоядерную печь. Кто-то мне писал в комментариях, что, мол, на заводе нет ничего для производства консервов. И только есть прибамбас для ремонта оружия. Типа, это оружейный завод. Нет. Тут все-таки есть какие-то аппараты. Будем считать, что это и есть фигня для изготовления. Опа, на, и факел твой погас. Да? Я тебя понял. Ну все, теперь тебе надо добежать. Добежать тебе надо. А температура тебя поджимает. Да. Так, опять волчья охранная сигнализация включается. Ну, короче, консервами мне тут некогда увлекаться. Что там они означают? Ой, я сейчас замерзну. Все, короче, я замерзаю. Блин. Дядь, Саша, как так я мгновенно замерз? Где я теперь костер ближайший смогу развести? Да далеко ты сможешь костер ближайший развести. Так, рукавички, да? А давай сделаем вот так. Да. Конечно, я не завершил начатое. Но о чем мне осталось? Я там наверху больше особо ничего, если только шприц первой помощи там будет. Ну, а что делать? Холодно очень. Я не могу себе такое позволить. Я сейчас здоровье начну терять. Рукавички сейчас починим. Так, вот этот шарф у него будет немножко получше. Влагостойкость. Поэтому мы его сейчас тоже зачиним. Я не могу себе позволить терять здоровье. Значит, будем заново начинать кружок почета. Сейчас вот рукавички зачиним. Сейчас зачинимся. Ага. Зачинимся. Может быть будет... Вот, смотри, там стало чуть теплее на улице. Ветерок кончился. Нет, до конца мне все равно надо дойти. До конца надо дойти. Да ёперный театр. Ну, вот они, запасы ткани. Вот она вся ушла, хрен пойми на счёт. Да портки тоже давай починим. А что на них смотреть? Чиним. Чинитель. Так, починил. Очень хорошо. Значит, рукавички, то есть перчатки мы можем собрать. И починить себе самоплясы. Тоже чуть теплее будет, да? Да. Так, футболька. Платок собрать. Как же мне холодно в помещении. Ты глянь. Какой температура? Какой тут температура? Плюс два. Ты радуйся, что хотя бы ты в плюсе находишься. Ага. А не в минусе. Это всё лучше, чем в минусе быть. Так, отлично. Футболку починил. Ну как отлично. Ну давай ещё куртёнку зачиним. Да максималочки. Может там хоть плюс один градус. Ну, конечно, мне этот плюс один градус вообще ничего не даст. Шарфик давай тоже зачиним. Так, всё. Набор лишить окрякнулся. И тем более... И тем более не удалось. Да ёперный театр, а. Набор не подлежит ремонту. Я это без вас понимаю, что он ремонту не подлежит. Тут это... Синий пядей. Волбе быть не надо. О! Плюс три теперь в помещении. Видали, да? Как я себе... О! Консервы эти есть нельзя. Не-е-е. Не, Ватсон. Консервы жрать нельзя. Сожрём крекеры. Выпьем воды. У меня неподалёку есть сейф. Сейчас я отогреюсь и до него сгоняю. Надо какие-нибудь грибы рейш раздобыть. Тогда хотя бы можно... Мне-мне-мне... Жрать консервы. Для начала из них надо будет сделать... Эту... Как его зовут? О! Там опять метель. Опять метель. А этот стул нельзя ломать руками. Картонная коробка. Давай. Ты помнишь, сколько раз у тебя не удалось разжечь огонь? Помнишь. Вот поэтому картонные коробочки... Ломай пока их. Так, погода. Смиловалась. Сжалилась. Минус двадцать три. Опять волчья охранная сигнализация работает. Так, вот здесь будет растворитель пней. Я, правда, не знаю, зачем он мне. По идее, это он мне нафиг не нужен. От него толку мало на данный момент. Вот тут есть консервы под ящиками. Ломать я их не могу. Я их не могу. Консервы все вообще из рук вон в плохом состоянии находятся. Никуда не годятся такие консервы. Так, шкаф пустой. Здесь у меня ящик для угля пустой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейф. Так, обыскиваем без музыки. Ватсон, Ватсон, без музыки. Так, в районе тридцати. Первая, значит, циферка в районе тридцати. Можно на сейфе... Да блин. Там двадцать пять получилось. На сейфе можно на одном замерзнуть, да? Вот, она уже начинает замерзать. Двадцать семь, что ли? Да, где двадцать семь. Двадцать семь где-то. Так, чё там, чё там, чё там, чё там, чё там? Двадцать семь. Цифру на вторую запомните. Я, наверное, пойду греться. Двадцать семь, двадцать семь. Да, греться побежали нахрен. Я замерз. Я не могу себе позволить копаться в сейфе. Вот такая жизнь. Да. Греемся. Двадцать семь два раза, короче. Двадцать семь, двадцать семь. Да, грейся. Вот за час хрен отогреется даже толком. Ну-ка, покажите, чё там будет. А, я же говорю, не отогреется. Так. Консервы есть, а есть их не могу. Ладно. Ладно, ладно. Надо уходить отсюда. Надо в бледный бой в одинокую топить. И... Там курточка есть. И, может быть, портки ещё одни. Я хочу портки. Ещё одни. Так. Температура минус двадцать два. Бегом сразу к сейфу. Без лишних раздумий. Два раза... Два раза вводим в него двадцать семь. Вот. А! Опа-на! У него код поменялся. Хрена себе! Двадцать три теперь. Чё залазу? У него код двадцать вообще. Опа-на! У него код меняется, друзья мои. Вы поняли? Если ты его не открыл, то у него другой код будет. А-а-а! Прикольно! А я думал, у него как бы сгенерился код. Ага. Вот двадцать и сорок семь. У него код-то меняется. Хм. Код да, Винчи. Смотри, какая хитрая штука. Для таких вот хитрожопых, как ты, дядь Саш, да? Ну, получается, что да. Чтоб тут не бегал по чуть-чуть, не крутил и не запоминал циферки. Так. Теперь надо не спешить. По идее, она ещё не дрожит, не говорит. А-а-а! Чё там было? Двенадцать, да? Двадцать семь, двадцать. Вот, всё. А, нет, это она пока говорит. Так, теперь сорок семь. Чё-то там в районе двенадцати. Чё-то в районе двенадцати. Так. Так. Ватсон. У-го! Фига себе! Кленовый сироп. А вот мне и еда подъехала. Правда, в каком он там состоянии? О, волк, 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 дай зайду. Дай я тебе, пожалуйста, зайду. Спасибо. Вы крайне любезны. Так. Кровать. В каком состоянии кленовый сироп? Семьдесят три процента. Ну, слушай, восемьсот пятьдесят калорий. Это прям подгон босячий. Я, прикинь, отравился. Чё, до утра как нам надо дотянуть, да? Да, тяни как-то до утра. Хорошо вам сказать. До утра. До утра, до утра. Так, не, наверное, я по кругу не пойду. Я сейчас сбегаю снизу. Сбегаю снизу. Заберу там. Чё, вернусь сюда. Отогреюсь. И валю отсюда, да. И валю. Эх, ночь пришла. Чем я могу заняться полезным во время этой ночи? Так. Чинить ты ничего не сможешь. Угу. Шить ты ничего не сможешь. Короче, ты ничего не сможешь. Вот. Ой, не то. Я хотел его сломать. Тогда я тебе предлагаю просто ожидать. Вас ожидает гражданка Никонуровна. Хорошо, давай ожидать. Ожидать, а потом спать, чтобы наступило утро. Потом сбегаем там, подберём какую-нибудь ту журочку. Отгоним всех волков. Они там однозначно будут ко мне какие-нибудь предъявы клеить. Ну, а дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Надо ещё к снежному укрытию сгонять. Там у снежного укрытия может быть что-нибудь интересненькое. Ну и всё. Надо идти искать ножовку. Искать тяжёлый молот. И на... На крафт. На крафт! Чё, устала что ли, да? Ну давай, 7 часиков, немножко поспим с тобой. Отдохни. Отдохни, 7 часиков. Лёшка, отдохни, 7 часиков. Как говорит инженер. Там Лёшка опять меня будет. Поносить. Так, ну чё? Солнце. Ну там холодно. Мы не пойдём. Мы будем ждать. Хочешь пожрать вот этих консервов? Типа рулетку? В русскую рулетку сыграть? Оно, конечно, можно. Но ну и взад. Ну... Нет, ну и взад. Как скажет инженер. Ну и взад эту рулетку. Не-не-не, никаких рулеток. Это сейчас отравлюсь. Вы не хотите пить? Это не вам решать, хочу или не хочу пить. Понятно? Давай чинить одежду. Чё там? Смотри, сейчас будет не удалось. Отвечаю за базар, не удалось будет. Потому что у меня только одна кожа. Удалось. С ума сойти. Какой смысл чинить вот эту прекрасную футболку? Чтобы она с 0.3 стала 0.4 или 0.5? Давай джинсы починим. Они у меня одни единственные. Мне сейчас с ветрами их будет трепать. Трепать. Трепать копать, как говорит. Как говорит инженер. Трепать копать. Что, подождём ещё чуть-чуть? Теперь поспим ещё чуть-чуть. И айда вниз. Не буду я ещё раз этот круг почёта делать. Уж слишком мне холодно. Уж слишком не удаётся мне вообще закрепиться на берегу. Замерзаю быстро. Поэтому найм. Да и нет там, по-моему, никого шприца первой помощи. В рамках пока мёртвые спят, он там фиг лежит. Так, вот тут меня волки могут встретить. Не, ну у меня есть синий... Не, ну старший приказал. У меня есть синий факел. Поэтому я им его в зубы суну. 29 градусов. Да, они вонни. Они вонни. Вот воют. Мы знаем, если волки воют, значит будут атаковать. Поэтому надо подготовиться. Так, давайте быстро, ребята, разберёмся со всеми этими делами. Чтобы мне некогда тут с вами. Этот испугался. Да некогда мне с вами, пацаны. Пацаны, некогда. Холодно. Вы гляньте, как холодно. Холод, не холод. Это опять вы, ёперный театр. Вот какие же вы неуёмные, а? Уходи. Уходи в джунгли. Кто ещё? Ты ещё. Всё. Свалили, гады. Так, они свалили. Это хорошо. Так, где тут сундучки? Так, вы вроде в испуге находитесь. Сундучки. Тут же бейсболка. Так, бронежилет. Ветровка вторая. Понял вас. Это всё, да? Да, это всё. Валить отсюда. Валить отсюда. Дрова дай прихвачу. Дай хоть дрова прихвачу. Что, жалко, что ли? Не, не жалко. Я сейчас факел погаснет. В курсе? В курсе. Я новый возьму, приготовлю. Потому что волки могут напасть ещё раз. Они такие гады. Они нападают и повторно. Им пофигу. У них нет ничего. Цветога. Ой, слушай, у меня музыка в игре выключена, да? Да. Давай включим её. Чтобы, так сказать, придать драматизму ситуации. Так, слышь, ты драматизм. Ты давай иди грейсим. Сейчас будем разбираться, что я там себе нашёл. Бронежилет. Разветровку. Портков вторых не нашёл. А у меня вообще портки есть? Есть. Первые есть. Первые портки всегда дают. Видно, канадцы трепетно относятся к наличию портков. Ха-ха-ха-ха. Да. Ну что, братишка. Вот тебе куртёнка. А бронежилетку ты только сюда можешь напялить. А она даёт, когда вы... Погоди. Он будет давать нам тоже 0,5, короче. У него 5 влагостойкости. Короче, нет смысла. А он же спортивный. Он же не пуховой, да? Он спортивный. А от спортивного толку малость. Пуховый ещё ничего так. А спортивный не годится. Поэтому будем ходить в двух ветровках. Так. Ну что? Чаним. Ветровочку. Так. Ветровочку я почанил. Слушай, а что там мне это кипарик даёт? Он сколько? 0,5 будет давать. А. Он, по-моему, даже ещё меньше даёт. Бейсболка. Она вообще самая беспонтовая шляпа. Ну, короче. В ткань. В ткань. В ткань. В ткань. Всё. Можно уходить отсюда. О, плюс четыре. Вот это я понимаю, температурка. Пойдём к синим вагонам, которые с той стороны стоят. Два там вагона есть. Сейчас туда. Марс. Марш. Марс. Да. Марс. Бросок. Бросок на Марс. Сейчас спать. Ну и чё? И не отогреюсь я до конца. Да? За этот час. Блин. Да хотя бы плюс десять бы мне было в помещении. А, нет. Огрелся. Опа. На. Метелька. Не. Ну, я побегу всё равно. Сидеть нечего. Сидение на месте ничего мне не даст. Поэтому стоит двигаться. В нашем случае движение жизни. Поэтому мы будем двигаться. Потому что ещё какую-нибудь шоколадку найду. Вот сюда. Вот там вот вагоны есть два штуки. Вот я к ним и бегу. По пути, разумеется, собираю веточки. Потом от этих вагонов к разрушенному укрытию. Ой, почему к разрушенному? К снежному. А снежный укрытие к разрушенному. А, потому что разрушенные вагоны. Во. А снежный укрытие к разрушенным вагонам. Ну, там он один, к счастью, целый. Ну и всё. И на бледную бухну. Почему стык? И так в бледной бухне. На одинокую топи лыжного острять будем. Во. Волк идёт. А он что, будет на меня нападать? Или как? Ватсон! 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 It's Wulfen O'Hanischen! Нет. Wulfen O'Hanischen не работает пока. Wulfen O'Hanischen пока сыт немножко. Мы ничего против не имеем. Пусть сыт, сколько влезет. Вот они, два вагона. Они могут оказаться совершенно пустые. Но может в одном из них будет какая-нибудь жалкая шоколадочка. Так, одинокая топь, одинокая топь. Ну одинокая топь это только ферма Спенса, дядя Саша. И туда надо приходить с большим количеством дров. Потому что спального мешка ты на данный момент не имеешь. Не имеешь. Так, кроссовки. Сейчас разберёмся, кто там из них лучше, кто из них хуже. И значит, еды мне никакой здесь не нашлось. О, джинсы ещё одни. Ватсон! Рукавицы, спички. Да вы мне лучше бы еду дали. Я, конечно, понимаю, всё это прекрасно. Рукавички, спички. Так, джинсы. Но у меня, как видите... Так, 0,8. Они даже это... Потеплей немножко будут. И минус к бегу не дают. Я пока в них тогда похожу. Так, рукавички у меня эти изношены. Плюс 4 по-прежнему градуса. Так, в следующий переходим в вагон. Может в нём еда есть. Слушай, я спичку уже набрал. Хм, очень много. Я что-то не припомню, что мне в прошлый раз. Да мне вообще никогда столько спичек не попадалось. То ли разрабы что-то подкрутили. Что ли разрабы подкрутили. То ли лут так у меня заспаунился. Благоприятный ко мне рандом. Так, газеты мне ещё пока нужны. Ящик нет, брать не буду. Я, короче, час сплю. И к снежному укрытию следую. Угу, 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 угу. Как раз там машина вдалеке стоит. Пойдём к ней? Не, не пойдём. Я замёрзну. Если пойду к машине, тогда надо будет сюда опять возвращаться и здесь отогреваться. Ты у машины можешь получить одну шоколадку, да? А можешь получить книгу. Фактически советы оружейника. Вон она, вдалеке стоит, машина. Ладно, сбегаем. Тогда придётся вернуться в... 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 Это ты отогреться. В принципе, она тут недалеко. Давай чекнем. Может, там найду шоколад какую-нибудь. Аточь какую-нибудь... Сироп. Ага, сироп. Шиш тебе. Дальше пойдёшь? Не, дальше не пойду. Так, ну пошли к снежному укрытию. Оно там точно есть. Но помимо него там иногда бывает лут, а иногда не бывает. Но я тогда в снежном укрытии пережду. Пережду в снежном укрытии один часик. Я надеюсь, мне там тепло будет. Посмотрим сейчас. Вот, вот так вот, да, вот, вывих лодыжки. Я только хотел сказать, что я сейчас чуть-чуть себя вывихну и не смогу бегать. Всё, пиздец, вывих лодыжки. Но у меня бинты есть. Сейчас в укрытии забинтуемся. Так, слушай, вон дядька сидит. А есть ли здесь у нас... Хорошо, что хоть вывихи здоровья не отнимают. Есть у нас тут грибочки? Мне бы вот грибочек уж надо. Я бы себе рейш приготовил и смог бы жрать это. О, дядька, знаменитый дядька в красной куртке. Я тебя помню. Так, а что, укрытие тут хрен? Опа-на, оно бывает тут и не спаунится. Вот это зашибись, рубаха в клетку. Я вам так скажу. Вот это офигеть. То есть нет тут ни хрена, да? Да, ни хрена тут нет, дядь, Саша. Никакого снежного укрытия. То есть оно всё-таки иногда здесь не рисуется. Я тебя понял. Был дядька, у которого ничего нет. Тут вон берёза или что ли мне померняк? Лён растёт. Но я его брать не могу. Так, по-моему, сейчас кто-то у нас замёрзнет, да? Да, по-моему, есть такая вариация. Вариация такая есть. Надо очень быстро двигаться, дядь Саш. Давай, давай, давай. А, всё, пиздец. Потеряю такое, так я здоровье, а? Вот, блин, а? Вот, блин, незадача, а? Потеряю такие... Да ещё пошёл куда-то не туда, чтобы разбиться, да? Ну да, типа того. Так. Убежали до вагона. Может, всё-таки успею дойти. Вот он, он уже рядом. Вот он, он вагон. До него рукой подать. Стамины кончилось, чтобы бегать. Тут ещё лось бывает. Давай, 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 давай. Ай, красненькая, красненькая уже. Ай, красненькая, минус 21. Давай. Ну мы сейчас прям с тобой на ход ноги зайдём. Прям, либо у меня только будет риск обморожения. Если потеряю, то только одну хпшечку. Давай, давай, давай. Давай. Точнее, риск обморожения. Не. Скорее всего, ничего не потерял. Наверное, не потерял. Ну да. Повезло тебе, краснопёрому. Так, слушай, повезло. Повезёт тому, у кого петух снесёт, да? То есть, чё это такое? Томатный сук. О, 98%. Вот. Этим я подогреюсь дорожку, да? Да. Ну и чё, сейчас пойдёшь уходить отсюда? Я не то нажал И меня назад, пожалуйста Назад, 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 назад Опять риск переохлаждения возник Все, картонная коробка Разломать Тут температура в этом вагоне Плюс 4 Понятно Стабильнякус Так, Стабильнякус, что-то жрать тебе надо Придется тебе крекеры свои сжирать Да, придется Ну что, давай жрать крекеры Тогда мы сейчас с тобой часик посидим Выйдем на улицу, разожжем где-то костер Разогреем этот томатный сук И валить отсюда, валить, валить В пещере есть В пещере есть подстилка Там можно поспать Вот ты там и поспишь Как раз вон смотри Стихло все А теперь стих Вот и вали Сейчас вот тут костер Разжигаем Защита от ветра Где у меня есть? Вот тут показывает защиту от ветра А здесь костер нельзя разжигать Ох уж эти Сказочки Ох уж эти сказочники Делаем себе Томатный сук Разогреваем Выпиваем его И под его Так сказать Небольшой защитой Бежим отсюда Нафиг Убежим отсюда Прочь Надо дедушке Помочь А то там сейчас Как метель начнется Сейчас воды себе Еще поставлю Чуть-чуть Так И вот этих Еще добавлю сюда Чуть-чуть Палочек Так А это у меня Боль от того Что я ногу вывихнул Да Ну на боль Нам наплевать Главное Что Растяжение Я отличил Кстати вот Да Еще как Для чего тебе Нужно делать Повязки Потому что Растяжение Мне сейчас Актуально бегать Мне очень Актуально бегать Прям сверх Актуально бегать Так Томатный сук Готов Ставим его рядом Чтобы он был Так сказать В подогретом состоянии Так Вот он Как это До готовности 14 минут Как это До готовности 14 минут Ладно Я спорить не буду 14 Так 14 Горячий Пьем Ох А там метель Начинается Ой Ну как же Все не вовремя Да Как же Все не вовремя Ну хотя бы Факелов Давай наделаем Как же Все не вовремя Да Я Я Такую Метель Ити не смогу А я Только Подогрелся Да Да Не сможешь Погаснет Твой Да Не Ну Минус 27 Это не вариант Не Не Ёперный театр А Вот Ёперный театр Давай Сейчас Пойдем С тобой Ждать В помещении Томатный Сук Меня Подвел Эх Томатный Сук Томатный Сук Ну как Говорится Литрушечку Воды Себе Давай Сделаем Давай Опа На Не питьевую Воду Взял Да Хорошо Слушай А погодка Наладилась Пошли Пойдем Пойдем Я бы даже Сказал Побежим Нет 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 Второго шанса Такого хорошего Может не возникнуть Сейчас Температура Минус 15 По ощущениям Это более чем Подходящая температура По ощущениям Надо дойти до пещеры Желательно Не потеряв здоровье Ну можно конечно И потерять Но лучше Не терять Там еще В одинокой топе Натеряешься Своего здоровья Ну тут Короче Друзья мои Перемещаться Только под прикрытием Костров Иначе Ничего не получится Так Мой выход Где второй водопад Вон где водопад Один А где второй Не вижу второго Ладно Короче пока Движемся В сторону водопада А там видно будет Минус 14 А под прикрытием Костров тоже Понимаете Особо не подвигаешься Да Тут оно Прочный лед Странно Прочный лед Так Водопады Водопады Ой-ой-ой Не туда Не туда Не туда Идешь Тебе туда Где водопады Вон один водопад Вон второй водопад А вот и погас Вот твой фонарик Прикрыт Который тебя Прикрывал Вот и все Это что ты будешь Делать С этим Паразитством Да ничё ты тут Не сделаешь С этим Паразитством Так А я тут Хрен поднимусь Да Вот я опять Забрел Не туда Так Дайте-ка мне Синий факел Сразу Не надо Мне спички Синий факел Так Не туда Ты дядь Саш Приперся Я тебе Так могу сказать А тут скорее всего Лед непрочный Нет Лед тут пока Нормальный И пошёл Совершенно Не туда Сейчас тут будет Где-то непрочный Лёд Полюбое А ну короче Вот эту фигню Перейти По моему Там точка Перехода По моему Да Наверное Может быть Вряд ли Я здесь Поднимусь Ты ты здесь Поднимешься Так Знаешь 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 Да Что Мы можем Мы можем Здесь костёр Поставить Слишком Ветрено Понимаю Так Успел Перейти Так Ну теперь Вот надо Успеть Добежать До пещеры Ой Это не та Пещера Дядь Саш Нет Это не та Пещера Ой Куда Тебя 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 Вынесло Чучело Ты Мяучило А там Подстилка Есть Да В этой Пещере По моему Есть Эх Ты чучело Мяучило Вообще Тебя Не туда Вынесло Да Я понимаю Что не туда Вынесло А чем Я могу Помочь Я вот На последнем Издохе Захожу И тут Будет мне Холодно Да Да Тут Подстилка Есть Специально Для меня Так Какая же Температура На данный Момент Минус Три А на подстилке Тоже Понятно Все Дядь Саш Сейчас будет Риск Переохлаждения И блин Нет ничего Чтобы это Чтобы по резкому Костер Разжечь Так и получил Ты риск Переохлаждения Так и Просрал Ты Несколько ХП Своих Да Ладно Разберемся Я еще не просрал Ну теперь я не просру Теперь я в плюсе Уже нахожусь Да как Как ноль Давай плюс Так Древесинка Уголек Не уголек Не надо Костер Главное Не зайди Да я постараюсь Так Теперь вот Что мы с тобой Давай мы с тобой Воду эту Дотопим Которую Ты тут Пол литра Взял Непонятных Как хорошо Что здесь Есть подстилочка На которой Можно поспать Факелки Какие Похуже Давай Собираем Так Один Факелок Это Тоже Давай Подсобираем Ну как Метель Закончится Попрешься Попрось Попрось Еще Как Попрось Все время Я промахиваюсь Когда выхожу Из бледной бухты Какой ты Косой Дядя Саша Дальше Процентов Короче Делать Нечего Если Отравлюсь То Начнем Заново Не Отравился Пока Значит Не Начну Заново Ну что Хорошо Спим Часик Один Аккуратненько Поспал Что там Метель Стихла Если Стихла Сваливаем Отсюда Не знаю Стихла Она Или Нет Непонятно Пока Минус 22 Не Она Не Стихла Так А тут Какая Тимофеевка Где С краю Растет Алин Дурец Мне Тимофеевка Нужна Тут Есть Что С краю Хоть Пожрать Так Нету 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 Что Вообще Ни Хрена Тут Пожрать Вон Только На Той Стороне Да Две Штуки На той Стороне А нет Вот Еще Вижу Торчит Хорошо Собираем Тимофеевка Возвращаемся В пещеру Сидим Там Ждем Благоприятной Ситуации И Шиповник Только Один Его Тоже Нельзя Из него Сделать Себе Сугрев Это Печаль Еще Тут Кора Будет Березовая Но Вы Понимаете Что Кора Она В данном Случае Может Использоваться Только Как Труд О Мох 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 Давай Соберем Мох Давай Мох Соберем Может Это А зачем Тебе Мох Ну Волки Покусают Не знаю Отхиливаться Будут Почему Мох Нельзя Использовать Как Грибы Рейш А Так Олень Вот Олень Замерзшего Невозможно О Спичку Просрал Убери Факела Что ты С ним Кочком Дурачок Спичку Просрал Ну Ладно Спичка У меня Вот Чего Чего Много Так Это Спичек На Отсутствие Спичек Вообще Ниже На Что Жалуетесь Ватсон На Что Жалуетесь Ватсон Не Жалуется На Отсутствие Спичек Ватсона До Хрена Спичек Так А Это Я Обыскивал О Я Не Обыскивал О Мне Обезглавливающие Дали Точно Я Всего Лишь Час Двадцать О Кедровых Дров Много Вот Так Положим Чтобы Здесь Хоть Какое То Время Ой Мог Прожить Ну Тогда Я Тебе Предлагаю Спать По Часу И Топить Воду Кульнику Да Думаю Кум Вода Мне Еще Пригодится Что Там Дальше Меня Ждет Я Не Знаю А Здоровье Не Восстанавливается Тут В Процессе Сна Поэтому Дробный Сон Он Он Нам Не Вредит А Коль Он Нам Не Вредит Будем Делать Себе Дробный Сон Да Заодно Надо Чуть Чуть С усталостью Подразделаться Ну Буду Теперь Ошиваться До Наступления До Наступления Наступления Буду Ошиваться В этой Пещере Главное За Кастром Следить Чтобы Он Это Не погас Совсем Ну Ему Ещё Три Часа То Есть Ты Себе Ещё Три Литра Можешь Сделать А А А Ещё Три Литра Можешь Сделать Воды Сделаю Какие По Этому Поводу Убит Никаких Сложностей Мне Это Ничего Не Будет Стоит Себе Сдел Ещё Три Литра Воды А Дальше Посмотрим А Чё Тут Смотреть Чё Но Если Метель Стихнет То Можно Конечно В середину Ночи Двинуть Да Наверное Даже Нужно Будет Двигать В середину Ночи Вот Сейчас Метель Стихла Проверяем Минус Двадцать Три Я Ещё Час Посплю А Я Ещё Час Посплю Да Я думаю Днём Тоже Может Быть Минус Двадцать Три Так Что Там Большой Разницы День Ночь Для Меня Нету Поэтому Поспим Ещё Час И Двинем Отсюда Отседова О Не Двинем Найн Двигать Понимаю Задуло Не Пойду Так Чё Я Сюда Могу Положить Ещё Кедровых Дров Добавить Хорошо Кедровых Дров Так Кедровых Дров Давай По Часу Спать А тут Метель Татьяне Начинается Проходит Вот сейчас Вроде Стихло Всё Ну Всё Побежали Тогда Хвайт Хватит Гулять Надо Фокса Скитч Вынимать О Да По-моему Сейчас Самая Благоприятная Погода Ветер Не Очень Температура Окружающей Среды Минус 25 Всё То же Самое Минус 25 Так Лось 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 Он вроде На этой стороне Мне не встретится Он только После пещеры Переходной Стоит Тут Его По идее Нету Кажется Но надо Всё равно Сохранять Осторожность То Кажется Вроде Как Будто Бы Не надо Нам Вот этого Всего Кажется И Как Будто Бы Грибов Тут Я не Вижу Как же Ты Так Промахнулся Грандиозно Может И Хорошо Что Промахнулся А Что В этом Хорошего Что Нашел 8 Ягод Шиповника Погасло Всё Нахрен Нахрен Погасло Тогда Синий Факел В руки Берем Так Ну Вот Я уже Где-то Близко Нахожусь Да Вон Она Пещера Я Ее Вижу До Него Осталось Всего То Дойти Осталось До Нее Дойти Сейчас Пересечем Вот Это Пространство Эхе Эхе Температура Тает На Глазах Тут Прочный Лед Непрочный Лед Стамину Надо Накопить А то Не Дай Боже Не Перебегу Да Лед Был Непрочный Так Давай У тебя Осталось Совсем Чуть Чуть Возможности Дойти Как Погода Здесь Жестко Насилует Наса Друзья Мои Как Как Она Жестко Насиличит Вон Трупешник Волка Вижу Так Я могу Собрать Только Одну Потому Что Если Я начну Собирать Больше Все Это Печально Закончится Вот Моя Пещера Мне Надо До нее Дотянуть Во Что бы Это Не Встало До нее Дотянуть И На этом Можно Будет Считать Что Из Бледной Бухты Я Ушел С Минимальными Потерями Да Есть Время Собрать Шиповник Ой Нет Времени Собрать Шиповник Давай Ты Зайдешь Погреешься И выйдешь Собрать Шиповник Да Ну да Так Будет Правильнее Потому Что Оно Того Не Стоит Давай 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 Чариск Перехлаждение Начнется Очень Хорошо Так Факел Зажечь Кстати Могу Еще От факела Разводить Да Какая Разница Там Разве Выше Что Костер Хотел Поставить А Зачем Тебе Костер Так Зачем Мне Костер Хороший Вопрос Зачем Мне Костер Не Знаю Зачем Мне Костер Давай Попробуем От факела Разжечь Кедровой Дры Книжку Я себе Припасу А зачем Мне Костер Я На нем Буду Сейчас Шиповник Приготовлять Так А что Тебе Сейчас Приготовлять Точно Тебе Надо Выпорик Приготовлять Потом Ну Пусть Горит Горит Сейчас Ладно Тогда Не надо Никих Костров Подождем О Это Тебе Не Поможет Так Сильно Тебе Надо Два Часа Подождать Я Просто Хотел Выйти Шиповник Собрать Да Только Темнота Вообще А Ничего Попал Ну Вот Затем Дальним Шиповником Пойдешь Не Не Пойду Слишком Погода Лютая Я Не Успею Все Зря Только Факел Зря Только Спичку Тратил Ну Ладно Хрен С ней Жрать Правда Нечего Вообще Да Жрать Нечего Вообще Пошли Терпеть Она Не Может Холод А то Это Единственная Проблема Которую Тебе Надо Терпеть Терпеть До До Голод Мои Вечные Друзья Так Дядька Тут Есть Нет Тут Дядьки Тут Иногда Дядька Бывает Но Не В этот Раз Так Солнце Фермы Бонус Бонус Мне Бо Уголек Тут Нет Уголька Есть Один Кусочек Там Еще Можно Его Из Пещеры Подоставать Потихоньку Заходить Но Я Потом Покажу Там В пещере Штук 5-6 Можно Ну Единственное Что Только Я Буду Замерзать Да С Замерзанием Мы Как Ни Поборемся Так По Пещере Давай Ты Бегать Не Будешь У Течет Калорий Маловато Для Забегов Но Я Сейчас Себе Шиповник Сделаю Подогревательный А Там Потом На Пути В Одинокую К Ферму Товарища Пенсионера Спенца Я Конечно Себе Соберу Чуть Тимофеевки Но Немного Я Там Соберу Очень Немного Я Там Соберу Так Это Я Уже К Выходу Да Вот Здесь Давай Костер С тобой Организуем От Факелочка И Поглядим С какого Раза Он У меня Загорится Так Уголь Тратить Нельзя Уголь Береги И Потом Надо Думать Какую Тактику Применять В одинокой Топе Куда Мне Ити Че Мне Делать Ну Ладно Это Я Приду Блин Он Почти Загорелся Ну Почти Загорелся Ну Как Так Чуть Чуть Оставалось Ладно Не Книгу Книга Мне Еще Пригодится Еще В крайний Случай Я Буду Книгу Использовать Сейчас У меня Хотя Второй Уровень Разведения Костра Будет Тогда У меня Чуть 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 Получше Будет Шанс Разжигать Тогда От книги У меня Будет По М Сто Процент Наверное Хотя Не Уверен Ну Что Ж Повезло Тебе Да Так И Палочек Наложим Сюда Сколько У меня Угля 6 Вот Он Мне Пригодится Мой Уголек Воду Поставим Хотя Воды У меня Уже Говорит Валера Воды Много Не Бывает Да Нет Причин Нет Причин Не Верить Валере Что Воды Много Не Бывает О Сейчас Можно Попробовать Пособирать Уголек Так Вот Я Из Пещеры Вышел Так Уголек Пособирать И Пособирать Что За Звуки Волки Что Легит Да Тут Они Меня Будут Заколюбать Так Вот А может Возьмешь Этот Взял А вот Тот Тоже Хрен Возьмешь Я Так Думаю Тебя Выкинет Отсюда Ты Все Так Покинешь Одинокую Топь Нет Нет Это Тоже Взял Ну Вот Так И Будем Тут Лазить На Карачках Пытаться Ухватить Уголек Ну Два Ухватил Все Третий Уже Не Получилось Ладно Два Это Тоже Хорошо Так Я Сюда Зайдя Сохранился Или Нет Тут Происходит Сохранение Когда Заходишь В Пещеру Что Я Не Понял Еще Раз Пожалуйста Может Уголек Получится Взять Вон Тот Дальний Давай Там Как-то До дальнего Может Можно Дойти Как-то Сбоку Залезть Мне кажется Ни хрена Ты сбоку Не залезешь Уголь Пожалуйста Уголь Да Сохранение Происходит Ладно Все Друзья Мои Больше Угля Я не Возьму Ну Что На этом Наша Значит Первая Серия ПМС 200 Но я Буду Все Класть В один Плейлист ПМС 200 Наша На этом Завершилась Так Сколько Я тут Имею 100% Здоровья Прожил Три Дня У нас Цель 200 Еще Много Будем Стараться А вот Прошлое Тут Я прожил 107 Дни Зато У меня Здесь 55% Здоровья Следует 34% Мира Тут Следовно 5% Мира Да Что ж Будем Переживать За нашу Остридную Евлампевну Будем Смотреть Я с вами Прощаюсь Желаю Дачи В игре Стерегай Стерых Штурмовиков Не забывайте Подогревать Костерками До скорых встреч Увидимся Пока Не болей Не болей